Волга, ощутившая в предыдущем матче против Кировской Родины вкус побед, была просто обязана закрепить результат в родных стенах. Тем более, что в гости к Волжанам пожаловали географические соседи из Казани, в турнирной таблице также расположившиеся рядом. Готовились к очень такой напряженной, агрессивной и активной игре, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Ну, можно сказать, первый тайм, может быть, соперник сделал какие-то ошибки, мы воспользовались этим. С первых минут игры стало понятно – гости настроены серьезно. И если в самом начале соперники еще успели обменяться опасными моментами, то с шестой минуты казанцы взяли игру в свои руки, сначала открыв счет, а потом увеличив отрыв. Тренерский штаб Волги после столь обескураживающего начала взял тайм-аут, после которого ульяновские хоккеисты, организовав массированный прессинг, один мяч отыграть сумели, но динамовцы ответили на него двумя. Под занавес первого тайма Волга положение подправила. На перерыв соперники разошлись со счетом 2-4. Вот эта жажда, никак мы не можем с ней справиться. Мысли нету такого же подержать счет, удержать где-то завоеванные позиции. Мы все летим вперед, забивать и получаем в контратаке голы. Во втором тайме Волги действительно удался сказочный камбэк. Наши не просто отыгрались, но и вышли вперед. К 90-й минуте Волга вела 6-5. Вела, потому что следующие 30 секунд стали настоящим кошмаром. Сначала после назначенного пенальти динамовцы счет сравняли, а после, уже в добавленное время, стремительной атакой лишили ульяновских болельщиков праздника, а хоккеистов Волги набранных очков 6-7. Сторожила команда, да, мне так вот после игры сказали, что такого давно не было. Я говорю, а я тоже заметил. Так вот я хочу рассказать, когда мы забили победный гол, все ребята побежали к скамейке обниматься, радоваться. Я вот хочу сказать, что создается боеспособный коллектив. В итоге в турнирной таблице Волга, пропустив вперед, Акбар с Динамо опустилась на девятую строчку. Следующий матч ульяновские спортсмены проведут на выезде в Нижнем Новгороде, где 4 февраля сыграют против местного старта. Субтитры создавал DimaTorzok